Я читаю третью главу из Третьей книги Царств. И возлюбил Соломон Господа, ходя по уставу Давида отца своего, но и он приносил жертвы и курение на высотах. И пошел царь Гаваон, чтобы принести там жертву, ибо там был главный жертвенник. Тысячу всесожжений вознес Соломон на том жертвеннике. И даровал ему сына, который сидел бы на престоле его, как это и есть ныне. И ныне, Господи, Боже мой, Ты поставил раба Твоего царем вместо Давида отца моего, но я отрок малый, не знаю ни моего выхода, ни входа. И раб Твой среди народа Твоего, который избрал Ты, народа столь многочисленного, что по множеству его нельзя ни исчистить его, ни обозреть. Даруй же рабу Твоему сердце разумное, чтобы судить народ Твой и различать, что добро и что зло, ибо кто может управлять этим многочисленным народом Твоим? И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого, и сказал ему Бог, за то, что Ты просил это, и не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов Твоих, но просил себе разума, чтобы уметь судить, вот я сделаю по слову Твоему. Вот я даю Тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного Тебе не было прежде Тебя, и после Тебя не восстанет подобной Тебе. И то, чего Ты не просил, я даю Тебе, и богатство, и славу, так что не будет подобного Тебе между царями во все дни Твои. И если будешь ходить путем Моим, сохраняя уставы Мои и заповеди Мои, как ходил отец Твой Давид, я продолжу и дни Твои. И пробудился Соломон, и вот это было сновидение, и пошел он в Иерусалим, и стал перед ковчегом завета Господня, и принес всесожжение, и совершил жертвы мирные, и сделал большой пир для всех слуг своих. Тогда пришли две женщины-блудницы к царю, и стали перед ним, и сказала одна женщина, — О, Господин мой, я и эта женщина живем в одном доме, и я родила при ней в этом доме. На третий день после того, как я родила, родила и эта женщина, и были мы вместе, и в доме никого постороннего с нами не было, только мы две были в доме. И умер сын этой женщины ночью, ибо она заспала его. И встала она ночью и взяла сына моего от меня, когда я, раба Твоя, спала, и положила его к своей груди, а своего мертвого сына положила к моей груди. Утром я встала, чтобы покормить сына моего, и вот он был мертвый. А когда я всмотрелась в него утром, то это был не мой сын, которого я родила. И сказала другая женщина, — Нет, мой сын живой, а Твой сын мертвый. А та говорила ей, — Нет, Твой сын мертвый, а мой живой. И говорили они так перед царем. И сказал царь, — Это говорит мой сын живой, а Твой сын мертвый. И та говорит, — Нет, Твой сын мертвый, а мой сын живой. И сказал царь, — Подайте мне меч. И принесли меч к царю. И сказал царь, — Рассеките живое дитя надвое и отдайте половину одной и половину другой. И отвечала та женщина, которой сын был живой царю, ибо взволновалась вся внутренность ее от жалости к сыну своему, — О, Господин мой, отдайте ей этого ребенка живого и не умершляйте его. А другая говорила, — Пусть же не будет ни мне, ни тебе. Рубите. И отвечал царь, и сказал, — Отдайте этой живое дитя и не умершляйте его, она его мать. И услышал весь Израиль о суде, как рассудил царь, и стали бояться царя, ибо увидели, что мудрость Божия в нем, чтобы производить суд.